Я разработчик вообще-то, и сейчас я работаю директором и стараюсь не писать код, это сложно, я себя бью по рукам, но очень хочется, но если я буду писать код, я не буду заниматься стратегией компании, поэтому я стараюсь заниматься именно людьми, развитием людей и обучением, а не другими какими-то вещами. Ну и понятно, работаю с заказчиками. Что мы делаем? Мы занимаемся аутсорсингом, находимся мы в Омске, у нас вообще очень много аутсорсинговых компаний, в том числе достаточно крупных, и практически нету продуктовых. Это вот такая особенность города, сейчас об этом еще скажу чуть попозже. Численность специально удерживаю небольшой, потому что я люблю горизонтальную структуру, я люблю, когда можно поздороваться с каждым в течение дня и так далее. И мы очень много работаем с разными стартапами, в основном они не из России, то есть вы видите процентное соотношение, с российскими компаниями мы как раз работаем крайне мало. В основном у нас компании зарубежные. Сейчас так получилось, что США мало, вот именно в текущем моменте, в основном идет Европа, вот, и немножечко из Москвы у нас, ребята. Так, о чем я говорила? А, ну я говорила о стартапах и о том, что мы любим с ними работать. Это, в частности, означает, что приходится очень сильно лезть им в голову, опять нет, очень сильно лезть им в голову в плане бизнеса. То есть в чем суть, что они хотят сделать, кто клиенты и так далее. И это в том числе помогает и нам прокачиваться в этом плане. То есть свои проекты мы тоже разные пытаемся запускать. В общем, я уже начала говорить о том, что мы работаем в городе, где сплошные аутсорсеры. Это накладывает свой отпечаток, потому что очень многие компании являются поставщиком кадров для других регионов. То есть когда человек поработал в одной-двух компаниях, он, как правило, старается уехать. Это вот просто такая особенность, я думаю, большинства регионов. Если человек не нашел для себя какой-то интересной продуктовой компании, какого-то интересного стартапа, он старается переехать в Москву или в Питер, где все это есть, а то и сразу за границу. Потому что, напоминаю, что наши клиенты не из России, нет, не мотаются. И поэтому очень многие переезжают прямо сразу либо к своим заказчикам, с которыми работали, либо в другие какие-то компании. Люди переходят, уезжают. И типичная проблема у нас на нашем рынке, на самом деле не таком уж маленьком, это ребята, которые поработали формошлепами, им около 30 лет, и они хотят 200 тысяч и выше. Я сейчас поставила число, которое, понятно, будет для Москвы. У нас это, конечно, число чуть-чуть поменьше, но тем не менее. То есть смысл в том, что они хотят зарплату сильно выше рынка, потому что у них ипотека, двое детей, там все вот это вот. Но при этом они абсолютно не тянут на те позиции, на которые приходят. Вот это типовая ситуация. То есть самый типичный кандидат, какой-нибудь бывший верстальщик, который очень хорошо разбирается в Ruby on Rails или Node.js, после этого он считает себя фуллстек-разработчиком. На втором курсе он бросил институт, потому что пошел работать за еду. Так, что-то появилось. И у него сейчас, допустим, на опворке там какие-нибудь 25-30 долларов в час, то есть он зарабатывает около трех тысяч в месяц, если работает фуллтайм. И, в общем-то, его очень мало что привлекает в компании. То есть ему непонятно, зачем ему выходить в офис. О, классно. Все, возвращаем обратно. Спасибо. Так, ну вот это первые слайды. Я просто покажу немножечко, чтобы чуть-чуть представления получить. Значит, это про наши проекты. Это я как раз рассказывала про наш аутсорсинг и кто у нас типичные кандидаты. Очень многие люди сидят по домам, привыкли работать удаленно или на фрилансе. Они отвыкли абсолютно от офисной работы. Они не понимают, как общаться с другими людьми и стараются это делать как можно меньше. Это тоже одна из проблем. Как впишется ли такой человек в команду, даже если он подходит под скиллом, совершенно непонятно. Я в свое время, года до 2014, наверное, я проводила много таких собеседований. Видела всех этих людей и, в общем-то, разочаровалась в найме как таковом, потому что по ценностям и по потенциалу развития мы с этими людьми совершенно не сходились. Что мы решили делать? Мы решили учить людей самостоятельно. Это достаточно очевидный вывод. То есть берешь студента и доучиваешь. Вроде бы все просто и легко. И у нас получается делать так, чтобы джуниор с хорошей мотивацией быстро рос и хорошо работал. И, в принципе, мы делаем так не одни в Омске. То есть есть и другие компании, которые это делают. У нас много хороших вузов, которые поставляют хороших студентов. Студенты очень жадны до знаний. Они при этом… Какой-то вот сейчас тренд пошел. Раньше они говорили, зачем мне учиться? Я пойду сейчас на ПХП, там, 5000 долларов в месяц буду получать. Зачем мне чему-то учиться? Все у меня будет хорошо. Сейчас они готовы учиться. То есть они понимают, что в условный Яндекс или Гугл их никто просто так не возьмет. Там нужны очень хорошие скиллы по компьютер-сайенсу. Нужно знать много всего того, чего они не знают. И они очень сильно мотивированы на то, чтобы их всему научили. Ну и мы, к счастью, умеем это делать. Поэтому тут все получилось. Почему все так не делают? Потому что большинство считает, что это стоит очень-очень дорого, а что получится на выходе еще неизвестно. То есть мы его научим, а он уйдет. Это типичная фраза, которую произносят очень многие. На это, конечно, есть известный в интернетах ответ, что будет, если вы их не научите, и они останутся. Но это уже второй момент, о котором мало кто думает. То есть в принципе, почему бы все бы так не делали? Но нет. Что у нас не отработало? То есть я вела спецкурс в университете на Матфаке. До 2014 года все было ничего, я оттуда набирала людей. Потом это перестало работать, потому что студенты перестали ценить, что я к ним мотаюсь в университет на пару, и они там на них плохо ходили. В общем, как-то ценности поменялись у них. Они стали предпочитать ходить в компании, наоборот, на учебу. Если раньше все в вузе вели спецкурсы, то сейчас все ведут у себя. Это такая тенденция стала. Дальше мы брали людей просто, вот давайте мы возьмем хорошего студента, он просто сядет, какой-нибудь ментор будет его обучать, он будет втягиваться потихонечку в проект. Чудовищные затраты времени, результат тоже не всегда получался хороший. То есть у нас были удачные истории, были неудачные. То есть конверсия в хорошего сотрудника была достаточно низкой. Верить всяким сертификатам я тоже давно перестала, потому что народ очень ловко умеет обманывать любые тесты и подделывать практически все, что угодно. То есть если у человека есть сертификат даже уважаемого какого-то агентства, это может ничего не означать. Верить людям, что они будут учиться сами, тоже, в общем-то, не особо стоит. Если специальным образом не выстраивать вот эту систему, то не факт, что люди будут самостоятельно учиться. Положительной мотивации очень мало кому хватает. У большинства как-то морковка сзади лучше работает, чем морковка спереди. Вот почему-то так. Особенно, я думаю, вы кривую полезности денег знаете все, да, она логарифмическая, поэтому там чем выше у человека текущая позиция, тем меньше он рвется к тому, чтобы что-то еще делать. У него уже и так все хорошо. Вот. Внутренние семинары мы тоже постоянно проводим. Они, не могу сказать, что совсем не работают, но в плане именно полного обучения человека от нуля до полноценного сеньора, допустим, они точно не отработают. То есть это чисто для какого-то обмена опытом, для каких-то, может быть, внедрения новых технологий, в которых один человек разобрался и другим рассказал. Вот для этого они, конечно, хорошо подходят. Что мы начали делать? Ну, начинала я со спецкурса очень давно. Я еще в тот момент работала в другой компании в найме, у меня своей компании не было. С 2013 года мы начали проводить стажировки. Это как раз такой очень интересный момент, который был, ну, не то чтобы сильно уникальным, но достаточно отличающимся от тех, кого я видела вокруг. То есть мы на два месяца полностью их погружали в рабочий процесс. Июль-август они полностью 40 часов в неделю работают и делают проекты. В 2013 году был первый опыт. Есть люди, которые работают до сих пор с той стажировки. То есть, в принципе, у нас с каждой стажировки за эти пять лет кто-нибудь остался работать. И чем дальше, тем выше количество людей, которые остаются в итоге. С 2016 года мы поняли, что мы очень хорошо научились прививать командный дух, там, ценности понимать, какие у людей, для того, чтобы их брать и не разочаровываться. Но техническую составляющую за два месяца очень сложно дать, если это студент второго-третьего курса. Практически кроме лабораторных работ он ничего не писал. Его за два месяца очень сложно научить правильно писать код. Поэтому мы добавили сюда годовые курсы, которые идут перед стажировкой в течение предыдущего учебного года. На этих курсах мы уделяем внимание больше технической стороне. И, соответственно, потом стажировка и найм. То есть у нас удлинился вот этот срок, который мы работаем с человеком, прежде чем мы его берем. Что мы делаем? У нас на курсах несколько специальностей. Это все идет в течение учебного года. Помимо разработчиков у нас еще есть дизайнеры, тестировщики. Сейчас с прошлого года появился машин леунинг. И еще я веду курсы по бизнесу. И вот Алена, которая со мной приехала тоже. Она ведет курсы по управлению. То есть там soft skills, управление проектами. Там у нас набор не очень большой и весь платный. То есть курсы на самом деле платные. Единственное, что студенты очной формы, которых мы планируем взять на работу, проходят эти курсы бесплатно, потому что это наша в них инвестиция. Все остальные учатся за деньги. В этом году у нас был неплохой платный набор, который отбил, в общем, все прямые затраты. Это вот первое занятие у нас было на курсах в этом году. Что мы делаем на разработке? Мы делаем full stack разработчиков. То есть раньше мы делили их на backend и frontend. Но я считаю, что на начальном junior этапе очень полезно, чтобы они попробовали все. Во-первых, они не знают, чего они хотят. Бэкэнда они хотят или frontend. До тех пор, пока они это все не пощупают своими руками, у них нет ответа. И сейчас, когда они уже начинают работать и у них появляется опыт там пару лет, они уже начинают потихоньку расползаться. Мне все-таки больше нравится frontend. Окей, но опыт бэкэнда у человека есть. У него отличное взаимодействие в команде со всеми бэкэндерами. Он прекрасно понимает, что там происходит. То же самое, если человек начинает углубляться в бэкэнд. Он все равно может пофиксить мелкий баг на фронте. Он все равно понимает, что там происходит. И с фронтендерами они говорят на одном языке. Это очень полезно. Ну и, в общем-то, за курсы у них появляется первый небольшой проект. То есть они его доводят практически до продакшна. Тестировщики изучают верстку обязательно. Это им очень сильно помогает потом перейти к автотестам на Селениуме, допустим. Ну, мы учим на Селениуме во время курсов. Потом они, в принципе, могут использовать все что угодно другое. Но главное, что они очень хорошо уже разбираются в структуре веб-страницы. Они понимают, что там происходит и каким образом там искать элементы и так далее. То есть у них проблем нет. И они формулируют баги на нормальном языке. То есть фронтенд-разработчик может понять, в чем дело. А не так, что ой, там что-то поехало. И то же самое они учатся работать с Git, с GitHub, с каким-то таск-трекером. Мы, например, RedMine. Но, в общем, не важно. Дальше у нас очень… Я про дизайнеров здесь не буду рассказывать и про бизнес. Я думаю, вам это не очень интересно. У нас одной из отличительных особенностей является то, что мы очень много внимания уделяем soft skills. То есть мы стараемся помочь им научиться учиться, делать это более правильно. То есть не забросить курсы, потому что курсы забрасывает очень большое количество людей. Я думаю, вы даже сами, если пробовали учиться где-то на каких-то курсерах или еще где-то, вы понимаете, что мотивация очень быстро заканчивается, сложно доходить до конца. То есть мы помогаем учиться лучше усваивать материал. Мы учим переписываться и общаться, как это правильно делать. В конце они у нас там все делают правильные подписи к письму, там учатся, в общем, правильно писать письма, здороваться в конце концов и так далее. Учим их управлять личными и рабочими задачами, чтобы не разорваться. То есть используем частично джедайскую технику Дорофеева, но и есть другие какие-то вещи, которые мы тоже используем. В общем, некий такой микс из разных способов личной продуктивности для того, чтобы можно было не разорваться между учебой, работой и учебой еще у нас. Потому что у них появляется три активности вместо одной. Учим выступать, проводим там печи-кучи в течение обучения. Учим давать обратную связь, принимать обратную связь. Это очень важно, потому что когда они первый раз делают друг другу код-ревью, там иногда такое можно прочитать. В общем, даем обратную связь. Ребята, так не надо, надо говорить там… Ладно, тут можно плохие слова говорить. Там не твой код говно, а там объясни, в чем дело. Там уж тем более не ты говно. Это уж прям совсем плохо. Хотя многие так делают. Какой идиот это написал и так далее. Объясняем, как правильно это делать. И немножечко разбираем разные методологии разработки. Но, опять же, пока не на курсах, это еще чисто обзорно. Потому что все самое интересное начнется на стажировке, когда они в реальности начнут разрабатывать проект. И еще одна такая особенность. Мы дизайнерам и тестировщикам рассказываем про бизнес. Не просто рассказываем, мы их заставляем сделать стартап. Ну, попытаться, по крайней мере. То есть поговорить с пользователями, попытаться его придумать как бизнес-модель, попытаться посчитать эту бизнес-модель. Для того, чтобы они начали вообще понимать, что происходит в голове заказчика. То есть они уже понимают после этого, что заказчик не чудак на букву М. И когда он говорит, что нужно все поменять, ребята, тут у меня новая идея, к этому надо относиться совершенно спокойно, потому что в бизнесе так. И вообще говоря, мы работаем для бизнеса, а не для того, чтобы нам тут было весело и хорошо. Они это начинают очень хорошо понимать. И они начинают с уважением относиться к тому, что делает и говорит заказчик. Это важно. В первую очередь это, конечно, нужно для дизайнеров и для тестировщиков, но мне уже говорили в обратной связи, почему у разработчиков нет этого курса, мы тоже хотим. Поэтому, возможно, у разработчиков он тоже появится. Вообще мы очень сильно хотим, чтобы ребята были продуктовой направленности, и это важно в том числе для разработчиков. После курсов это джуниор, который может, в принципе, уже работать. Единственное, что у него нет опыта пока работы в команде. То есть он в плане скиллов, он молодец технических, но в команде он пока не работал. Тестировщики уже потестировали вручную там несколько проектов настоящих. Это тоже отличие от некоторых других курсов, о которых я знаю, что у них есть практика после этих курсов. Они прям пописали автотесты на настоящий живой проект. И даже они создавали баги для разработчиков, которые с этими багами потом работали. Некоторое взаимодействие между курсами у нас есть. Поэтому они почувствовали чуть-чуть, как происходит реальная работа. Но это вот наш выпуск разработки в этом году. Не очень большой. Там в середине чувак на костылях, это символично. Дальше, ну просто сломал ногу там за месяц до окончания курсов и пришел за сертификатом в конце на костылях. На стажировке, я уже сказала, здесь одна из ключевых особенностей еще того, что мы делаем, это то, что мы развиваем на этой стажировке текущих сотрудников. Каждый разработчик рано или поздно, ну или тестировщик, проходит через управление командой. То есть он на стажировке работает менеджером. Это очень важно для их понимания, опять же, что творится в голове у менеджера. Почему, опять же, менеджер не чудак на букву М. То есть почему он все время просит оценить задачи, почему он все время хочет в конце недели видеть четкий прогресс, почему он ругается, когда мы все задачи оставили в ин прогресс и ничего туда не затрекали и так далее. То есть они очень хорошо начинают это осознавать. Зачем от них всего этого хотят? После этого все работают прекрасно на проектах, никто не бузит, и не нужно практически напоминать о том, что нужно что-то затрекать. А если вдруг кто-то проворонил, первое напоминание, все, окей, окей, извини. А не, ну вот, опять заколебали, что им все время надо. Product Owner — это тоже кто-то из наших. Это тот человек, который потенциально готовится в руководители, и он уже начинает фокусироваться на продукте. То есть менеджер фокусируется на постановке процесса у ребят, а Product Owner фокусируется на самом продукте. То есть он старается не лезть в код, он старается не лезть в управление командой. Он пытается отрешиться от всего этого и думать только о том, что в итоге получится в продукте. Будет он удовлетворять нашего заказчика или нет. Это тоже… и здесь тоже участвуют разработчики, дизайнеры в этих ролях. И многие после этого говорили в обратной связи тоже, что это было очень трудно переключить вот так голову, не пытаться посмотреть, что там в коде творится, не пытаться спросить у ребят технические подробности, а прям смотреть чисто на продукт. Заказчик, как правило, реальный. Например, в прошлом году заказчиком была я для наших внутренних продуктов. Это очень сложно. Я как молодой заказчик просто очень сильно страдала. Это тоже полезно. У нас через заказчиков тоже прошло несколько ребят в команде, которые пробовали быть заказчиком. И все потом сказали, боже мой, как им трудно, как мне их жалко. Они так мучаются с нами. Это очень полезное понимание для разработчика, что заказчику тяжело. Может быть, больше, чем нам. Ну и после стажировки у них есть второй проект. То есть они уже имеют опять опыт продакшн еще одного проекта. Они поработали в команде с разными людьми. То есть с дизайнерами, тестировщиками, разработчиками. Был менеджер, был заказчик. То есть вся полностью укомплектованная команда была. И после этого мы на 100% знаем, кого брать, кого не брать. То есть если мы после стажировки кого-то не брали в прошлые годы, это означало, что с этим человеком что-то не так. Либо он там, не знаю, врет, например, да, скрывает информацию от менеджера, что что-то не так на проекте. Либо он пытается донкиходствовать, там, ночами выходить и за всю команду дописывать или переписывать. Такие у нас случаи тоже бывали. Когда там команда поработает, утром приходят на работу, а какой-то разработчик все отрефакторил в одиночку за ночь. Конфликты, ссоры. То есть это тоже мы начинаем объяснять, что не надо так делать. В общем, до сих пор у нас те, кто проходили курсы и стажировку и не оставались работать у нас, они, в общем, по каким-то причинам не подходили. Естественно, что многие из них с успехом работают в других компаниях, все хорошо. Это вот то, что было по поводу ценностей. Это выпуск стажировки прошлого года. То есть мы выезжали там на природу, весело потусить после того, как стажировка закончилась. Здесь можно видеть стажеров с 2013 по 2017 год, все представлены. То есть в фиолетовых футболочках с надписью это свеженькие стажеры, остальные там какие-то прошлые годы были. Ну то есть еще раз, в чем отличие от других систем обучения, нашей системы? Мы очень хорошо фокусируемся на навыках, то есть мы теорию, конечно, даем очень хорошо, но навыки очень приветствуем. Очень сильно мы смотрим на хорошо читаемый код, на архитектуру. Мы учим паттернам проектирования по-настоящему. То есть мы учим их применять, а не выучить к собеседованию, рассказать и забыть вместе с интервьюером, который тоже выучил их к собеседованию. То есть у нас это не так. Они реально используются в жизни. Хорошо сбиваются короны у всяких бывших олимпиадников, которые там супер-пупер крутые, и они там круче только тучи. Это все проходит, они очень быстро начинают понимать, что они такие уж, они и молодцы. И если кто работал с бывшими олимпиадниками, код они пишут отвратительный, просто отвратительный. Его невозможно читать даже им самим. Но они предпочитают в него второй раз не смотреть, это нормально для олимпиады, но не для промышленной разработки. Очень сильно фокусируемся как раз на всех софт-скиллах, в том числе и на выступлениях, потому что это важно. Жестко проверяем английский на входе, помогаем его выучить. В этом году первый раз у нас ниже интермедиат мы никого не взяли. Раньше я просто этот момент как-то из вида упускала. Сейчас все, кто английский не осилил, мы в октябре предупреждаем, что надо будет к мае его выучить. Даем все рекомендации, показываем все школы, в которых его можно выучить, онлайн, офлайн, какие угодно. Если человек делает ничего, то, соответственно, он к нам не придет. Ну и очень хорошо все заточены на понимании пользователей и бизнеса по итогу. Дальше еще одна отличительная особенность, которую я тоже рекомендую использовать, это задействовать недавно обученных людей в обучении следующих. То есть у нас эта система многоступенчатая. Человек прошел курсы и стажировку, на следующий год он обязательно ассистирует на курсах. Обязательно. То есть он помогает проверять домашние задания, он помогает отвечать на вопросы, потому что проводятся воркшопы, ребята приходят с ноутбуками, задают вопросы, молодые вчерашние курсанты подходят, помогают отвечать на эти вопросы. У них очень сильно скиллы от этого растут, я думаю, тут не надо объяснять. На второй год они сами преподают. Это еще больше у них все раскладывает по полочкам в голове, прям совсем хорошо. То есть они начинают уже понимать больше взаимосвязей, там лучше знают ответы на каверзные вопросы, потому что кто пытался кого-то учить, я думаю, вы поймете. Вопросы бывают такими иногда, что вы сами уходите думать на два дня и искать ответ. И как раз вот каверзные вопросы новичков, они очень сильно прокачивают самого преподавателя. И все проходят через менеджмент после второго года. Соответственно, к этому моменту человек уже практически готовый тимлид. Ну и на третий год они уже все этим занимаются. На самом деле тимлидят многие и раньше, это зависит еще от личных качеств человека. Кто-то раньше к этому готов, кто-то будет зреть там три года, кто-то вообще никогда не созреет. Так тоже бывает. И на третий год мы их уже сильно форсим, чтобы они выступали на каких-то мероприятиях за пределами компании. Готовились уже к этому. В итоге что мы с этого имеем? Горизонтальную структуру, отсутствие погонщиков с кнутами, которые там бегают за программистами. Вот мне нравится, как Макс Дрофеев называет их, как-чо менеджер. Прибегает, как-чо. И там все проблемы словил, понес их наверх. Там ему что-то ответили, как-то переработал, принес сюда. И вот так вот бегает между двух огней. Таких у нас людей нет. Люди ситуационно становятся тимлидами на проектах. То есть если сейчас такая ситуация, что вот на проекте вот этот конкретный Петя может тимлидить, остальные по каким-то причинам не могут. Например, парт-тайм заняты или там отпуск скоро или еще что-то. Он становится тимлидом. И самое интересное, что все остальные без проблем подчиняются. Потому что все работали менеджерами, все понимают, что это такое, все его уважают, понимают, что ему трудно, и все помогают. И заменяют друг друга на время отпусков спокойно. То есть если тимлид ушел в отпуск, следующий человек его спокойно заменяет. Очень сильно развито наставничество, потому что ребята, которые сами только что учились на курсах и видели, каких вещей не хватило, какие темы, может быть, им не додали. Или где-то чуть-чуть не так хорошо объяснили. Они изо всех сил стараются следующим сделать лучше, чем было у них. Потому что понимают, что где-то они потом от этого потеряли время, например. Они с большой радостью начинают отвечать на вопросы и помогать. То есть никто не бурчит, ну вот, опять эти заколебали, эти джуниоры со своими вопросами. То есть все, наоборот, с радостью им помогают. Нету проблем с тем, что кто-то что-то скрывает. То есть все понимают, что когда проблема появилась, ее нужно как можно быстрее донести до всех заинтересованных лиц. Это не страшно и не больно, тебя ругать не будут, будут думать, как проблему решить. Это у нас тоже в курсе soft skills, решение конфликтов есть, поэтому ребята все это понимают. Ну и, в общем-то, они сейчас спустя год или даже в первый год некоторые попадают на такие проекты, на которых я раньше видела людей только с довольно большим опытом. Заказчики совершенно довольны, все нормально. То есть ребята тянут, они прекрасно общаются с заказчиками, потому что в том числе знают язык, умеют переписываться и умеют отличать важное от неважного. Все знают принцип Парета, что 20% усилий на 80% результата. Задают заказчику правильные вопросы, а зачем нужно вот именно это, какую проблему мы пытаетесь решить. Заказчик ведь часто выдает решение, но не сообщает проблему. Выцепить проблему – это тоже скилл, которому мы стараемся учить. Ребята до этого докапываются и предлагают решение проблемы, которые иногда не требуют даже написания кода, так бывает. Я такие решения люблю больше всего. Ну и сколько все это стоит, это интересный момент, потому что все говорят, о боже мой, это там бешено, дорого и так далее. Это да, вот если посмотреть на числа, когда я их первый раз увидела, ой, они какие-то очень большие. Но если посмотреть, сколько времени проходит, прежде чем человек выходит в ноль, если он работает фуллтайм, это 3-4 месяца. Дальше он начинает приносить прибыль, поэтому я считаю, что это вложение вполне оправдано. Здесь ничего такого страшного нет. И я выступала с похожей презентацией на конференции с ДЭФ. Ее переслали тут же ребятам из одной очень крупной компании. Они посмотрели и сказали, боже мой, как дешево. Почему так дешево? Как это получается? Ну потому что зарплаты не московские, поэтому прямые затраты, которые выделены жирным шрифтом, это прямые затраты. Это то, что посчитано по зарплатам людей, которые обучают. Они вот такие. Здесь почему есть прямые затраты? Есть дополнительное вот это число, которое не жирненькое. Это недополученная прибыль. Откуда она берется? У нас те, кто преподают, делают это не сверх своих 40 рабочих часов, а внутри этих 40 часов. Соответственно, если они потратили время на обучение, они не заработали денег от заказчика. У нас оплата почасовая, как правило, мы аутсорсеры. Поэтому вот эти вот часы, недополученные с заказчика, я сюда включаю как второе число. И общую стоимость я все-таки считаю как сумму. Здесь заложена в том числе стоимость привлечения. То есть сколько мы тратим на разные мероприятия для того, чтобы студенты к нам пришли. Какие есть воронки для привлечения студентов? То есть мы сами проводим конференции, проводим IT-субботники. Они не являются, в общем-то, серьезной воронкой. Это просто репутационная вещь. Про них я буду рассказывать в 13.00, если я не ошибаюсь, в зале, по-моему. В общем, на конференции DEFREEL, которая по сообществу, мы будем делать второй доклад и метап потом с Аленой по поводу того, как организовывается общество без явного пиара для компании и зачем это нужно в 13.00. Соответственно, это мероприятие работает все равно на репутацию. Спонсируем разные мероприятия, которые проводятся в университете. Проводим кучу своих всяких мероприятий. Ну и я еще хожу 1 сентября выступать перед первокурсниками и рассказываю им про то, что учиться надо, что математика им пригодится, что английский надо учить уже сейчас. Это все тоже им довольно неплохо ставит мозги на место, потому что далеко не все понимают, зачем им нужен матан. Когда они это осознают, уже бывает немножко поздно. Что у нас осталось из нерешенного? То есть вроде бы система вся неплохо работает, она сейчас отлично обеспечивает кадрами нас. Учитывая, что численность я держу небольшой, у меня нет задачи вырастить огромную иерархическую компанию, в основном это все покрывает нашу же текучку. То есть ребята какие-то уходят, мы набираем следующих, все это постепенно в зацикленном режиме работает. Но мы понимаем, что раз мы научились это делать, почему бы не учить для других? То есть 5 лет опыта в обучении людей с набитыми шишками, я думаю, дорогого стоит, поэтому почему бы не делать так, чтобы у нас вот этих выпускников забирали какие-то другие компании. Мы хотим очень сильно увеличить конверсию выпускника, потому что сейчас большой отсев среди тех, кто пришел на курсы, и тех, кто дошел до конца. Я знаю, что у нас среднестатистические числа по конверсии, хочется здесь немножко обыграть рынок. За счет этого должна снизиться стоимость обучения, потому что затраты преподавателей почти не зависят от количества учеников. И нужно увеличивать набор. То есть набор сейчас покрывает только наши затраты по уходу людей, только нашу текучку закрывает. Если мы набор увеличим, и, соответственно, у нас увеличится количество людей на выходе со стажировки, мы сможем отдавать их кому-то другому. Сейчас я прорабатываю с юристами вопросы открытия параллельных компаний, там учебный центр, кадровое агентство. И вот что такое продюсирование сотрудников? Я сейчас поясню. Здесь уже только что про это говорили на предыдущем докладе, и я это слышу постоянно, что мы что должны сделать? Мы должны удержать. Человек к нам пришел, мы должны сделать так, чтобы он проработал нас как можно дольше. Моя задача другая. Мне надо сделать так, чтобы человек, поработав у нас, дальше выстроил свою карьеру как можно успешнее. То есть основным продуктом компании будут являться вот эти люди. Зачем это нужно лично мне? Это мой нетворк. Это понятно. То есть хорошие люди, бывшие сотрудники, с которыми у тебя хорошие отношения во всех точках мира, это очевидный плюс. Тут даже объяснять не надо, зачем это может пригодиться. Это потенциальные партнерства, это что угодно еще. В том числе возможность поехать и где-то на халяву пожить, если уж об этом говорить, в каком-нибудь Сан-Франциско. То есть мы хотим спозиционировать себя не как компания, которая продает часы в Штаты и делает какие-то проекты, а как компания, которая делает классных специалистов. До текущего момента от нас почти не уходили те люди, которых я не готова была отпустить сама. То есть вот все, кто уходили, ходили по собеседованиям, по другим компаниям, устраивались в какие-то другие места, там все шло к тому, что я бы сама человека уволила. Либо я его и увольняла, и он потом оказывался в какой-то другой компании. Сейчас те люди, которые остались, это те, с кем расставаться не хочется. Нужно сделать вот этот первый шаг и тех людей, отработавших по три года, допустим, куда-то дальше бережно передать. Для того, чтобы они дальше начали свою карьеру строить. Все равно это рано или поздно произойдет. Почему бы не помочь и почему бы не сделать это взаимовыгодным сотрудникам? Поэтому вот так. Сейчас будем переориентироваться. Я считаю, что это по сути стартап, потому что такой модели я на рынке пока не видела, чтобы компания целенаправленно занималась обучением людей. То есть выпуск с курсов это одно, но люди, проработавшие в компании какое-то время и переданные дальше по цепочке, это немножко другая история. Хочется попробовать. Сейчас пока веду переговоры с разными компаниями на эту тему. Но это уже почти та же фотография, но немножечко в другом ракурсе. Собственно, я закончила. Здесь я показываю, где еще мы сегодня выступаем. То есть у нас будет метап по этому докладу в 15.00 в зале «Россия». R19 переговорка, если я не ошибаюсь. То есть можно будет, если сейчас на вопросах мало будет, можно будет там пообщаться еще дополнительно. В 13.00 в зале «Кейптаун» будет доклад про IT-сообщество. И там я дополню то, что здесь говорила, как работать с сообществом, для того, чтобы все вот эти репутационные вещи прорабатывать. Ну и, соответственно, в 16.00 в том же зале будет продолжение метап про сообщество. Так что сейчас жду ваших вопросов. И можем потом встретиться еще. Спасибо. Здрасте. Спасибо большое за доклад. У меня небольшой близ. Можно я так задам? Первый вопрос. Переход на платные курсы, как получилось? Не было ли сопротивления со стороны студентов, что вы ходили сначала туда, преподавали бесплатно, а потом стало платно? Во-первых, это были другие студенты. Во-вторых, я уже сказала, что студенты очной формы получают бюджетные места при условии, что они проходят отбор. Соответственно, все как обычно. В УЗИ есть платные места, а есть бесплатные места. Те, кто прошел на бюджет, они учатся бесплатно. Все, кто не прошел, платят деньги. И они как в УЗИ их платят, так и здесь они платят. Они согласны с тем, что если они не дотягивают по уровню, то надо платить. То есть если они платят за обучение в УЗИ? Ну, по-разному. Там они могут в УЗИ не платить, но они там такие двоечники, что, в общем-то... Кроме того, у нас в этом году на курсах было очень много взрослых людей. Те, которые уже давно не студенты, которым там под 30 за 30, и они обучались платно, и двух из них мы взяли на работу вот уже с мая. То есть такие тоже есть. Понял. Текучка кадров, вы говорили. У вас на сколько человек в среднем прорабатывает? В среднем прорабатывает, наверное... Чем дальше, тем этот срок увеличивается. Но первые сотрудники, вот я сейчас про них расскажу, первые сотрудники проработают дольше всех, и мне постоянно спрашивали, что у тебя там такое происходит, почему от тебя люди не уходят. То есть обычно все два года поработали и ушли, а у тебя вот уже там 4 года работают, и никто не дергается. Они настолько сплотились, что они не смогли расстаться, и все вместе, почти 7 или 8 человек переехали в Питер, живут там теперь где-то рядом, сняли квартиры, все работают фрилансерами, но они вместе. Вот такой неожиданный эффект получился. Понятно. Следующий вопрос. Сложность проектов. То есть вы говорите... Почему давали? На soft skills они были, и мы постоянно над этим дальше продолжаем работать. То есть я же вижу всю переписку, если там что-то пошло не так, я даю обратную связь, но нет выделенного менеджера, который один общается с заказчиком, а вся команда этого не видит. Как правило, переписка ведется с копией на всю команду. Да, но это так редко происходит, что я практически не вмешиваюсь. У нас просто проекты в основном долгосрочные. Клиенты работают с нами по несколько лет и приносят много проектов. То есть с одним проектом мы поработали, он начинает приносить следующие проекты, иногда там по два параллельно идет. Поэтому, в общем-то, аккаунт-менеджер в виде меня с четырьмя клиентами, допустим, легко справляется, потому что нет никакой проблемы, где нужно тушить пожары. Что касается сложностей, ну я не знаю, там разные есть варианты. Вот сейчас, например, у нас система управления проектами для ребят, которые копают тоннель в Норвегии. Там такая типа джира, но она еще с картой, с 3D-визуализацией всяческой. То есть там фронтенд такой, что мама не горюй. Ну вот такие бывают, например. — И последний вопрос. А вон? Вон, 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 вон. — Что мотивации человеку, кроме команды, нравится людям, чтобы пойти на те самые фазы? Вот у нас есть несколько компаний в Омске, которые как раз постоянно клепают фрилансеров, и от них люди уходят, причем уходят вместе с заказчиками. Это вот такая боль, особенно если он сидел один на проекте, какой-нибудь мобильщик. Он сидит один, с заказчиком общается один на один и думает, а что я здесь, собственно, делаю? Там, Джон, пойдем, и я буду на тебя работать из дома. У нас все очень хорошо, во-первых, понимают, в чем ценность команды, все понимают, в чем ценность вот этой поддержки, и все видят, что развитие идет очень быстро, когда они находятся именно в компании, в команде. Есть с чем сравнивать. У всех однокурсники работают в других компаниях, все, естественно, общаются и спрашивают. У многих фрилансеров есть однокурсники, то есть они, в принципе, плюсы и минусы знают. При этом, если они задают мне прямые вопросы, я им безо всяких отвечаю, я им спокойно рассказываю. Ну, пожалуйста, хочешь, иди на фриланс, вот смотри, будет вот так, вот так, вот так. Это без проблем, и были выходы от нас на фриланс, конечно, но не сильно. Скажем так, вот первых сотрудников мне удалось сплотить между собой, но не удалось как-то сделать так, чтобы они захотели перейти в другие компании. Они почему-то вот вышли на фриланс и продолжают общаться. Я не научила их себя продавать. То есть они сейчас, их продает мой бывший партнер, они через него работают. То есть они так и не научились на опорке продавать себя сами. Вот это вот мое большое упущение. Нынешних я этому учу. То есть тут фокус какой? Вот цитату Брэнсона вспоминаем, да? То есть я делаю все для того, чтобы они ушли и были успешными. И именно поэтому они остаются, потому что они понимают, что они здесь могут получить больше, оставаясь, чем уйдя через год, например. Если дойдет до того, что человек будет понимать, что все, большему я его уже научить не смогу, пожалуйста, пусть идет. Но я просто тоже постоянно наращиваю уровень, поэтому чем дальше, тем большему я могу их учить. В общем, короче говоря, у нас таких историй очень мало, когда человек хочет уйти и получать 30 баксов на опорке. Кроме того, опорк не единственный канал, но он очень классный в том плане, что у нас там хорошо прокачанный аккаунт, и я не ищу сейчас клиентов в холодную. То есть все клиенты приходят уже на прокачанный профиль, и можно вообще по этому поводу не переживать. То есть я выбираю клиентов из тех, кто пришли. Спасибо. Так, здравствуйте. Вот здесь. Значит, вопрос такой. Очевидно, вы построили очень крутую какую-то машину подготовки кадров. Вот какой процент от рабочего времени текущего продукционного состава ваших разработчиков, тестировщиков, менеджеров занимает вот эта вот работа по отращиванию новых кадров? Где-то процентов 30. Процентов 30. То есть каждый день у них есть какая-то нагрузка по обучению? Или это такая… Пока идут курсы, да. На стажировки тоже. То есть, в принципе, все, кто работает в компании меньше трех лет, так или иначе задействованы в обучении. Сейчас мы будем… У нас было просто два преподавателя, которые постоянно преподавали, такие взрослые ребята. Сейчас мы их освободим, они уже больше не будут этого делать. Сейчас полностью на вот эту зацикленность переходит. То есть выделенных ролей каких-то… Нет, вот выделенного преподавателя нет. То есть преподаватель, вот один год он отработал. В прошлом году он был ассистентом и помогал, да, сейчас он преподаватель. В следующем году он уже будет, может быть, отвечать на какие-то вопросы и переходить на следующий уровень. Но все так или иначе задействованы. Кто-то домашки проверяет, кто-то помогает презентацию готовить, кто-то, собственно, занятия проводит. Спасибо. Там еще. Не слышно будет. Здравствуйте. Смотрите, такой вопрос. У вас нагрузка 30% на продакшн. Вы увеличиваете время разработки или увеличиваете команду? Поскольку мы работаем за часы, то очевидный вопрос, что на проекте может быть больше людей. У нас заказчик постоянный, с которым мы давно работаем, он все знает про нашу систему обучения, он прекрасно понимает, что к нему приходят люди, может быть, там, вчера с курсов, там, или с годом опыта. И он понимает, что это нормально для них работать парт-тайм. Они на это соглашаются, потому что они видят результат. Вот как сделать так, чтобы у тебя вместо четырех фулл-тайм людей было восемь по половинке, и все это работало не хуже? Это тоже отдельная тема, и мы научились это делать. В том числе на курсах и на стажировке мы как раз прививаем правильную работу со всеми инструментами ведения проекта, для того, чтобы человек мог спокойно уйти в отпуск, и его там не дергали. То есть у нас вот нет такого, что человек ушел в отпуск, и все, капец, ему звонят, там, почта разрывается, он может вообще ее не открывать. В течение отпуска никто, и он не незаменим. То есть его прекрасно заменили другие люди, все хорошо. Потому что код-ревью, потому что совместное владение кодом, и все вот эти вещи, которые, собственно, пропагандируются ребятами из XP и так далее. В двух словах про код-ревью, как часто вы его делаете? Всегда. Любая задача ревьювится кем-то другим в команде. Причем не одним и тем же человеком, а это первый, кто освободился, ревьювит первую же задачу, которая попала на ревью. А средний размер команд по проектам? Сейчас у нас два крупных проекта, ну, по нашим меркам крупных. На одном работает, по-моему, 10 или 11 человек сейчас. Там просто периодически меняется численность мне словно. Ну, около 10, в общем. На втором 8, и два мелких еще есть. Это я разработчиков только посчитала. Есть еще тестировщики, дизайнеры, там, ивент-менеджер, я, бухгалтер, понятно. Ну, то есть общая численность 25 человек. Так, и последний вопрос. Кто первый начал учить? Я. А что вы порекомендуете организации, которые, скажем, не преподавали в институте, и как им начать также развивать людей? Наверное, нужно попытаться найти людей, у которых хорошо подвешен язык, которые умеют объяснять. Если вы внимательно посмотрите на разработчиков, вы увидите человека, к которому бегают с вопросами. Всегда есть люди, к которым чаще обращаются за помощью, которые не раздражаются от того, что джуниор задал вопрос, спокойно встает, подходит к его компьютеру, начинает разбираться. Это вот как раз те люди, из которых имеет смысл вырастить преподавателей. Если они при этом у вас уже начали на конференциях выступать, умеют делать презентацию, умеют говорить, тут уже вообще и карты в руки, это понятно. Часто бывает, что они не хотят. Я не знаю, многие испытывают сложности с тем, чтобы выкнуть разработчиков выступать на конференции. Я такой интроверт, боже мой, я не хочу этого делать. То есть есть такое, да? Ну, в общем, найдите людей, которым уже это не доставляет проблем, помогать новичкам. И потихонечку учите их говорить, выступать, тренируйте. Это не так сложно на самом деле. Первый раз, вот почему у нас вначале ребята ассистируют? Потому что они сначала немножечко учатся, больше отвечать на вопросы, разбираться с тем, как именно подать информацию, как объяснить человеку, который не понимает. И только потом они уже выходят перед залом выступать. Это следующий уровень. Поэтому начинать нужно, видимо, вот с этой вот помощи и развивать наставников. Спасибо. Спасибо за этот уклад. Мой первый вопрос. Вот вы говорили, что у вас сотрудники, которые работают меньше двух-трех лет, они в обязательном порядке должны обучать других. А вот сотрудники, которые работают больше, для них это обязаловка или нет? Нет, для них не обязаловка. У нас просто есть сейчас часть людей, которые работают очень давно. У меня еще есть ребята, которые работают в компании с первого дня. Они, соответственно, через всю эту систему не проходили и не участвовали в преподавании никогда. По этой причине они в этом плане не прокачены, и им это трудно. Ну и я их не заставляю, если они не хотят. Они чуть-чуть выбиваются. Вот тут уже говорили про 10%, что должно быть не больше 10% людей, которые немножечко не в ценностях, и должно быть 10% тех, которые тащат. Вот у нас примерно так, наверное, и есть. То есть есть такой костяк, который за ценности компании тельняшку порвут, а есть около 10% людей, которые во всем этом не участвуют, относятся скептически. Но поскольку их мало, они погоды не делают. Но их, конечно, никто в этом плане не пинает. И как их развивать, это вообще головная боль отдельная. А вот из тех, у кого обязательно, те, кто обязательно должны обучать, возникает ли у кого-то нежелание, и как вы с этим работаете, как вы работаете с этими возражениями? Пока жесткого нежелания не было, потому что после того, как они проходят через вот эту систему, когда их самих научили, они настолько хорошо понимают, сколько пользы им это принесло, что они с радостью готовы передавать это дальше. Бывает страх. А вдруг у меня не получится, да я никогда там не выступал, я никогда не вел никаких занятий, вдруг там не смогу и так далее. Вот это есть. Но это просто потихонечку снимается всякими вот этими мелкими. Давай ты сначала просто поможешь, давай ты просто там поучаствуешь в воркшопе и так далее. И потихонечку страх проходит. Ну, даже у меня, я могу сказать, что я вообще преподаю очень давно, там с 99-го года. У меня иногда коленки дрожат, когда я выхожу на сцену, и такой какой-то холодок вот в этой части присутствует. То есть это, наверное, никогда не пройдет, это нормально волноваться. Я вот сейчас посмотрю, что там у меня за пульс был, когда я вышла на сцену. То есть это нормально. С этим просто потихоньку работаем, объясняем. Даем попробовать маленькую прививочку, и после этого все хорошо. Вопросы? Если вы хотите задать еще вопросы спикеру, у нас есть дискуссионная зона. Спасибо, Анна, вам за великолепную презентацию. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.